Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня с вами я, Зара Готлиб, миграционный консультант из города Сан-Диего, штата Калифорния. Я не адвокат, я не даю юридические советы, и я вам помогаю только при заполнении ваших иммиграционных форм. Если вам нужна моя помощь, вы всегда можете обратиться ко мне. Сегодня я отвечаю на один важный вопрос, который я получаю очень часто, и этот вопрос заключается в следующем. Будет ли второе интервью после получения первой грин-карты? Для тех, кто не особо понял, что это такое, обычно, когда вы выходите замуж, например, вы приехали по визе невесты, или же вы были по туристической визе и поженились тут, то после вашего первого интервью вам дается первая грин-карта. И эта первая грин-карта, она временная, она дается только на два года. И те, кто уже, наверное, прошли это интервью, они знают, что там у них будет дата написана с момента, когда их грин-карта была утверждена, и там будет написано, что ваша грин-карта, она действительно, например, на два года. Скажем, если у вас интервью было 1 января 2017 года, то ваша грин-карта будет действительно до 1 января 2019 года. Значит, после того, как вы получаете вашу временную грин-карту, еще раз хочу вам сказать, что временная грин-карта, дата назначается на ней не с момента, когда вы поженились, а с момента, когда была одобрена ваша грин-карта. И после того, как вы получили свою первую временную грин-карту, через 1 год и 9 месяцев вам приходит письмо с USCIS, где они говорят, что скоро будет 2 года с момента получения твоей грин-карты временной, и поэтому мы вас приглашаем на то, чтобы вы сняли условность с этой грин-карты. Что значит снять условность? Это значит, что если ваша грин-карта была дана на 2 года как испытательный срок, выдержит ли это время ваш брак или же нет, то сейчас время как бы доказать, что да, у нас брак является настоящим, и поэтому мы, иммиграционные службы, просим о том, чтобы они убрали эту условность и дали мне вам, то есть, постоянную грин-карту, 10-летнюю грин-карту. Значит, будут ли вас приглашать на интервью? Значит, с 10 октября 2018 года в USCIS у них вышло новое правило, в котором они говорят, что в целом, как правило, да, сотрудники USCIS, они обязаны проводить интервью, обязаны проводить интервью, но если вы сможете в своем пакете доказать, что ваш брак является настоящим, если вы отправите достаточно документов, в котором вы покажете, что вы живете вместе, что вы любите друг друга, что вы поженились не из-за грин-карты, а именно по любви, что это семья, где муж помогает жене, жена помогает мужу, где рождаются дети, то тогда, возможно, офицер может вас освободить от этого интервью. Но если вы отправите ваш пакет, в котором будет недостаточно информации о том, на самом ли деле ваш брак существует, и вообще, как вы живете, если вы не сможете сказать, да, вот мы семья, то есть доказать, где вы будете говорить, вот мы семья, и вот тебе доказательство вот этого, вы, вас могут пригласить на интервью, потому что вы не смогли убедить иммиграционного офицера, что вам, что ваш брак является действительно. Значит, также у них на веб-сайте написано, что если вы сможете, если ваш пакет содержит достаточно доказательств истинности, правдивости вашего брака, то вы можете, то офицер может освободить вас от этого интервью. Также, если в вашем пакете документов будут какие-то ложные факты, которые требуют проведения собеседования, то они вас также могут пригласить на интервью. Значит, что я хочу сказать со своей стороны. После того, как вы получили свою первую грин-карту, это не означает, что на этом ваши дела с иммиграционными службами закончились. Я бы сказала, что вы еще в начале своего пути. Почему? Потому что вы должны доказать, что у вас правдивый брак и получить свою постоянную грин-карту. И после получения своей постоянной грин-карты, если вы захотите стать гражданином США через три года, с момента одобрения вашей грин-карты, не с момента вашего брака, а именно с момента одобрения вашей грин-карты, вы можете стать гражданкой или гражданином США. И поэтому после того, как вы получили первую свою грин-карту, не нужно расслабляться, а нужно собирать факты, доказательства того, что ваш брак является настоящим. И если вы не уверены, что вы сможете собрать этот пакет, вы всегда можете обратиться или к адвокатам, или к эмиграционным консультантам, которые также занимаются этим. И одним из этих консультантов являюсь я. Вы можете ко мне обратиться, и я вам могу помочь в заполнении этой формы на основании информации, которую вы мне предоставили. И насчет расценок вы можете всегда посмотреть мой веб-сайт, или же просто написать мне в WhatsApp, или же на e-mail адрес, и я по возможности всегда вам отвечу. Вот. Хочу поблагодарить всех тех за ваше уважение ко мне, за ваши комментарии. Спасибо большое. Мне очень важно знать и видеть обратную связь, что людям это полезно. И также хочу сказать, что я ожидаю уважения в комментариях. Когда я вижу, что есть какое-то неуважение, я всегда удаляю эти комментарии, потому что не нужно нам это. Вот. С вами была Зара, и о том, как связаться со мной, вы всегда можете найти под описанием любого видео. Если у вас есть вопросы, вы можете всегда спросить у меня. И остаемся на связи. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok